Это программа «Вечер» на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска. В Грузии продолжаются протесты и столкновения. Полиция использует газ и водометы. Российским войскам в Украине не хватает танков. Заводы работают в три смены, расконсервируют старые машины. В Украине в парламент внесли законопроект, который позволит регистрировать однополые партнерства. Поговорим с авторами законопроекта. Ну и традиционная просьба в самом начале – ставьте лайки, если смотрите нас в Фейсбуке или на Ютубе. Ну а мы начинаем. Ну а начинаем мы с событий, которые просто в эти минуты происходят в Грузии. Продолжаются протесты. Люди снова вышли к зданию парламента. Накануне были столкновения с силовиками. Есть пострадавшие. Полиция применялась слезоточивый газ и водометы. Сегодня должен был быть марш женщин, который бы концентрировался на проблемах женщин. Но теперь мы столкнулись с российским законом, за который они проголосовали в первом чтении вчера. И сейчас мы выступаем против российского закона, который грузинское правительство пытается принять и разрушить страну. Мы здесь и мы готовы бороться, чтобы доказать, чего Грузия хочет на самом деле. Мы хотим европейского будущего. Ну а накануне после стычек с полицией были задержаны 66 человек. Есть пострадавшие, причем как среди участников акции, так и среди силовиков. Ну а одним из символов нынешних протестов стала женщина с флагом Евросоюза. Дело в том, что критики законопроекта говорят, он идет в разрез с европейскими ценностями. А так Грузия стремится в Европу. Посмотрите на следующие кадры наших коллег из грузинской службы радиосвобода. Там женщина с флагом Евросоюза. Ее просто сбивает с ног водомет, а другие протестующие помогают устоять о ногах. Ну и сегодня, как я уже говорю, протесты продолжаются. В Тбилиси работает наш корреспондент Виатром Чедлишвили. Видите его на своих экранах. Виатром, скажи, что сейчас происходит в центре грузинской столицы? Добрый вечер. Сейчас люди все еще продолжают выходить на акцию. По крайней мере, я стою недалеко от выхода из метро Площадь Свободы. Оттуда группами продолжают выходить люди, как и час назад, в принципе, как и полтора часа назад и продвигаются в сторону площади перед парламентом. И вот буквально несколько минут назад один из выступающих, лидер оппозиционной партии и стратегии Армашан Эбели Георгий Вашадзе сделал заявление. Он призвал власти отозвать закон о бенагентах и освободить всех задержанных на вчерашней акции в течение часа. И в течение часа власти это не сделают. Тогда они озвучат уже план своих дальнейших действий. Что это может быть? Будет ли это попытка какого-то штурма или что-то иное? Или митингующие могут куда-то передислоцироваться? Пока неизвестно. Сама ситуация пока довольно остается довольно спокойной. Здесь много сотрудников полиции. Кстати, сегодня наблюдается такая закономерность, что полицейские в форме подходят к протестующим, у которых при себе имеются такие, ну скажем, чуть более обычного габарита сумки-рюкзаки и просят их досмотреть. Ну, скорее всего, они таким образом ищут коктейли Молотова, потому что вчера, ну, впервые за все грузинские протесты с начала распада Советского Союза, были применены коктейли Молотова. Такого раньше на грузинских протестах не случалось. И уже сейчас полицейские, прошу прощения, сделали заявление, что в рамках этих, ну, назовем так, рейдов задержаны 10 человек, которые проносили с собой некие запрещенные вещи, а именно дубинки, хлопушки. Правда, про коктейли Молотова там ничего не говорилось. Были еще электрошокеры и баллончики с краской. Все они задержаны по административным статьям. Вчера, напомню, были задержаны 66 человек, а одному меняется уголовная статья, все остальные по административной. А что касается пострадавших, то несмотря на то, что уже прошли после беспорядков практически сутки, точное число все еще неизвестно. И такая поступает информация, что один из лидеров оппозиции, лидер партии Гильчи Зурабжапарицы, который был вчера задержан, получил серьезные увечья при задержании, если на основании полагать, подозрения, что он мог быть избит уже в изоляторе. Ирина? Звята, хочу уточнить, вот этот час когда истекает, прости, о котором ты говорил? Ну, наверное, примерно через 50 минут уже, потому что это заявление было сделано, ну, буквально вот за несколько минут до начала нашего эфира. Звят Мчадлешвили остается работать на протесте в Грузии, мы обязательно к Звятке еще вернемся. Ну, а пока же к ситуации на фронте. Россия продолжает штурмовать Бахмут и пытается также окружить город, об этом говорится в сфотках украинского агентштаба. По данным проекта Дипстейт, ширина коридора на западе города, который контролирует ВСУ, сейчас около 4 километров. Но он, при этом коридор этот, находится под огневым контролем российской армии. Но украинские военные продолжают снабжать подразделения ВСУ в Бахмуте через этот коридор. Подробнее о ситуации в Бахмуте в специальном репортаже Бориса Сычалка. Уже год Николай живет девизом украинских десантников «Всегда первое». На его груди патч с надписью «Сердце под охраной жены», под броней. Еще одна важная и очень личная вещь, но ее он мне покажет позже. Все это, говорит, помогает ему выжить в самой горячей точке Донбасса, возле Бахмута. Подползает в основном ночью. Бывает, что только начинает идти, кто-то заметил, открыл огонь по противнику. Бывает, что уже метров 30 остается. Подползли, постреляли и спрятались. По-сомалийски стреляют, голову не высовывают. Николая его сослуживцы не скрывают. Ситуация возле Бахмута тяжелая. Но не так давно его подразделение сумело контратаковать противника и отодвинуть его от важной трасы снабжения города. Саме ближе они были до этой трасы, где с метров 700, сейчас авистанец становится не меньше двух километров, может даже и больше. Раньше они всегда пробовали лезть с святанком, а сейчас по ночам. От суту научились проводить штурмовые действия, все по ночам. От сегодняшняя нить какая была? Штурмовали. Сколько раз? Один раз до полуночей и что-то пробовали после. Они обычно ведут арт-предготовку, очень сильную арт-предготовку, а тогда и их пехота. На этом направлении чуть меньше арт-предготовки. Я так понимаю, что наши хлопцы-артиллеристы очень хорошо работают. Поясни, то есть контр-батарей на борьбе? Так, так, так. Советские самоходные артиллерийские установки часто называют в честь каких-то цветов. Вот это дуло от самоходки 2С1, еще и называют «Гвоздика». Стоит машина в районе Бахмута и работает по российским целям, которые пробуют продвигаться в районе этого населенного пункта. Самоходка работает по выдвигающейся технике противника, корректируется беспилотником. Пару выстрелов хватает, чтобы сорвать выход на огневые рубежи. Артиллеристы говорят, российские военные за последнее время поменяли тактику. Сейчас на украинскую артиллерию охотятся российские ударные беспилотники. Против них придумали вот такую сетку. При ударе дрон взрывается, не подлетая к боевой машине. Можно увидеть, что вот тут осколок пробил броню. И вот тут осколок пробил броню. Это была детонация ланцета. Над нами, над сеткой. Ну и сетка очень спасла. Она прямо сбоку залетала. Пока мы были на другом месте, то сетка сбоку ударилась и детонировала. Между сериями залпов одной саушки по несколько минут перерыва. Время на кофе и чай. И разговоры в блиндаже. Завжди на позитиве. Головная такая, что без паники. Не давать товарищу паниковать. Потому что паника – это самое сильное, что может быть в нашей работе. Когда товарищ паникует, что вы ему скажете? Ой, если такого без камеры, то дай ему ляшча, чтобы не паниковать. Новые цели приходят опять и опять. Здесь не обсуждают необходимость удержания Бахмута. Здесь не говорят о победе или о поражении. Даже пытаются не обсуждать тему усталости. Здесь на это просто нет времени. Они умеют воювать. И это нужно признать. Не дооценивать их не нужно. Особенно я заслуживаю тех, кто коментирует их как чмобиков. Огонь артиллерии бережет жизнь таким, как Николай. А еще Николай верит, что его оберегает и мотивирует еще одна важная для него вещь. Ее носит под сердцем. Книжечка. А здесь ваши фотографии. Да, семейные. Боже, какая милота. Это ваша дотя? Да. Как дотя зовут? Лера. Лера. Это ваша жена. Жена, ребенок. Вернуться к ним живым. Ну, типа, это все-таки наш дом, наша земля. Мы стоим для того, чтобы наши дети росли и строили свое будущее. Они жили по каким-то там правилам. Произвечалки Сергей Дикун и Андрей Устинки. Настоящее время. Украина. Ну и российским военным не хватает механизированных сил для наступления на Бахмут. Об этом пишет, по крайней мере, так утверждает в своем отчете Американский институт изучения войны. Еще раньше об этом же писали и западные издания. Среди них, например, Форбс и Экономист. В будущем, по их данным, Россия может столкнуться с нехваткой танков. При каких условиях и могут ли помочь Москве советские запасы бронетехники? Юрий Баранюк с подробностями. В январе 2023 года российские государственные медиа рапортовали, что предприятия военно-промышленного комплекса впервые за много лет не ушли на новогодние праздники. А некоторые еще и объявили о дополнительном наборе сотрудников. Предприятия Ростеха со 2 января перешли на особый режим трудового графика. А такой гигант, как Урал-Трансмаш, объявил о дополнительном наборе сотрудников. В феврале Форбс оценил танковые потери российской армии. Уничтожены или захвачены могут быть больше половины машин, которые были в арсенале Кремля накануне полномасштабного вторжения в Украину. Это самые современные Т-90, их предшественники Т-80 и более старая, но самая массовая модель Т-72. Цифра 1600, кстати, это февральские данные. Сейчас этот показатель приблизился к 1800. Журналисты Форбс ссылаются на подсчеты проекта ОРИКС. Согласно их методике, в статистику попадают только те танки, уничтожение которых задокументировано, или машины, ставшие трофеями. Таких было особенно много прошлой осенью во время Харьковской наступательной операции в СУ. Командир бригады на трофейном танке Т-90. Просто быстро, старые чаганы. О масштабе потерь российских танковых войск говорит еще и тот факт, что на фронт стали отправлять совсем старые Т-64 и Т-62. Журналисты издания The Economist считают, что Кремль ежемесячно теряет в Украине не меньше 150 машин. Может ли Россия сделать столько же танков? Вероятно, нет. Все в том же материале The Economist. Производственные мощности главного танкостроительного завода России, Уралвагонзавода, оценили максимум в два десятка машин в месяц. А там и так уже работают в три смены, как говорили в российских государственных медиа. Для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков. Эту задачу Дмитрия Медведева, вероятно, выполнить просто нереально. Даже если добавить к нескольким десяткам танков, которые Уралвагонзавод может делать ежемесячно, машины, которые снимают с консервации. Сейчас из советских запасов в среднем восстанавливают 60 танков ежемесячно. Эту цифру можно увеличить, но максимум до 90, пишет The Economist. Главная проблема – производство сложной военной электроники, которую из-за санкций Москве купить стало сложнее. Это различные системы наведения, тепловизоры, связь, импортозаместить. Эти позиции Россия сейчас не может. Автор Forbes, Дэвид Экс, в своей статье предполагает, что Россия в итоге может попытаться импортировать недостающие танки. Но тут список потенциальных партнеров невелик. И каждый из них прекрасно понимает, что такая сделка будет нарушением международных санкций. У нас в эфире Сергей Грабский, военный эксперт. Здравствуйте, Сергей. Как купы оцениваете, достаточно ли сейчас у России танков? Вы знаете, тут нужно разделить два понятия – ресурс и потенциал. Ресурсно у России танков более 10 тысяч, как сообщают все открытые источники. А вот потенциал, который может быть использован, он очень и очень ограничен. Ну, буквально пару тысяч танков, которые можно использовать или которые можно восстановить. Почему? Опять же, понимаете... А где еще 8 тысяч? Дело в том, что 8 тысяч танков – это танки, в общем-то, тех старых образцов, которые восстановить достаточно сложно. Нужно понимать следующее, что даже те модели, которые восстанавливались, они базировались в основном на танках Т-72, и он являлся основной боевой машиной. И под них делались специальные усовершенствования, которые касались систем наведения, управления огнем, навигации и так далее и тому подобное. И в этом именно и состоит вот это слабое место российского танка «Прома», если можно так сказать, а именно получение средств навигации, управления огнем и так далее. Здесь Россия критически зависит от импорта. Просто критически. Конечно, можно рассмотреть серые схемы импорта. От импорта запчастей каких-то имеется в виду? Запчастей, безусловно. Серые схемы, которые позволят производить некоторое количество танков или восстанавливать. Но проблема в том, что на древние машины, простите за такое сравнение, типа Т-62, Т-64, ну просто не существует таких систем, или приведение их в соответствие потребует просто колоссальных затрат, на которые Россия пойти не может. Следующий аспект, который необходимо понимать, что восстановление танков из запасов, они где-то примерно по стоимости в 10 раз дешевле, чем строительство новых танков, которое тоже ограничено буквально двумя десятками единиц. Поэтому здесь еще вопрос стоит о наличии средств. Пока средств на производство определенного количества танков достаточно. Но как надолго хватит этого всего? И мы уже понимаем, что здесь промышленность России сталкивается еще с одной проблемой. Не только суть состоит в том, что произвести танки, обеспечить производство как таковое необходимо, имея достаточное количество станков и оборудования. А они, как правило, тоже импортные, они тоже находятся под санкциями. То есть и с этого направления Россия очень и очень сильно ограничена. Таким образом, мы можем предположить, исходя из того, что мы уже слышали с вами, максимальное количество восстанавливаемых танков 60, но так как их уничтожается более сотни в месяц, то просто покрыть растущий и постоянно возрастающий некомплект танков будет практически невозможно. Просто на это не хватит времени. Вот в чем проблема. А насколько важны танки в нынешней войне? Вы знаете, вопрос очень спорный. В общем-то, во всем мире танки прекратили строить в 92-м году, то есть по окончанию Холодной войны, потому что потребность в них, как в отдельном виде боевой техники, в принципе, отпала. И все, что делали практически все страны, это просто осуществляли модернизацию танков, которые уже были в наличии. То есть и Германия, и Америка, и Соединенное Королевство пошли именно по этому пути, потому что это очень дорого. И, в принципе, тех масштабов боевых действий, которые были, они не требовали такого количества боевой техники и танков, в общем-то. Ни в одной из войн, в которых принимали участие войска НАТО, Соединенные Штаты, танки не требовались. Они использовались там в основном как блокпосты или средства поддержки пехоты. Здесь же у нас ситуация несколько поменялась. Танки не играют той значительной роли, которую они играли, допустим, во Второй мировой войне, но они стали достаточно серьезным и весомым средством борьбы именно на территории Украины, где и противник, и мы используем танки для решения своих задач. То есть не скажу, что их роль вернулась на то место, которое они занимали во Второй мировой войне, но все-таки их роль повысилась. Поэтому танки являются просто необходимым и достаточным условием для проведения определенного вида боевых действий. Насколько эффективно, время покажет, потому что мы видим, насколько методично и последовательно Украина научилась уничтожать танковые подразделения оккупантов. Ну и насколько поступят западные образцы танков и как они покажут себя в боевой обстановке на полях сражений Украины, мы посмотрим в течение буквально уже следующих двух месяцев. Слушайте, я, конечно, не могу понять, насколько это корректно спрашивать, вставить именно так вопрос, но у нас минутка остается. Все-таки попробую. Можно мерить количество качеством? Имею в виду, там, один «Леопард» условно стоит... Да, абсолютно. Я понял вопрос и ответ очевидный. Да, абсолютно. Потому что исторически, как бы, философия создания танков западного образца, оно сводилось к созданию танков контур-удара. Ну, возьмем даже элементарно. Любой танк западного образца, который мы говорим, «Леопард», «Абрамс» или «Челленджер», он как минимум на 10-15 тонн тяжелее советских танков. Потому что те создавались исключительно как ударное средство, а задача западных танков была выстоять против ударов советских танковых колонн и перейти в контрнаступление. Поэтому и соотношение, как бы, по возможностям соотносится как один к трем, один к пяти танкам. В битвах в Ираке один американский танк иногда противостоял 10-15 иракским танкам, которые, по сути своей, были советскими. Вот поэтому, исходя из этого, можно оценивать соотношение качества и эффективности танкового вооружения, скажем так, украинских союзников и российских оккупантов. Сергей, спасибо вам большое. Как всегда, очень интересно и насыщенно. Сергей Грабский, военный эксперт со своей оценкой танковой мощности России. Спасибо. Спасибо. Ну и давайте вернемся к событиям в Грузии. В Тбилиси продолжается массовая акция протеста. Ее участники, напомню, недовольны законопроектом об иностранных агентах. Называют его российским законом. С помощью него власти будут преследовать активистов, журналистов, гражданское общество. На митинге продолжает работать Звиат Мчедлишвили. Звиат, расскажи позицию протестующих. Что говорят? Протестующие требуют, в первую очередь, чтобы правящая партия отозвала этот закон. Причем в двух его видах, потому что я напомню, что депутаты внесли сразу два законопроекта. Так называемая грузинская версия, которую они называют более либеральной, потому что она не предусматривает уголовное наказание, а также не предусматривает того, что физическим лицам будет присваиваться статус иностранного агента. И американскую версию, как утверждает правящая партия, это прямой перевод. Американского закона о регистрации иностранных агентов ФАРа. Впрочем, как заметила оппозиция и ряд неправительственного сектора, из грузинского перевода был изъят пункт, в котором говорится, что иностранными агентами не могут считаться те организации, которые получают гранты от стран-партнеров. И, кстати, есть такая еще интересная новость. Этот американский законопроект должен был рассматриваться в парламенте завтра, но правящая партия отменила его рассмотрение. Они его отправили на оценку Венецианской комиссии вместе с так называемым грузинским законопроектом. Сегодня без предварительного рассмотрения. Также неизвестно, будут ли вообще какие-то заседания в парламенте завтра. Сегодня парламент также не работает, но сегодня в стране официальный выходной день в честь 8 марта. Ну а ситуация на акции пока остается спокойной. Люди прибывают, впрочем, такое, знаете, движение в обе стороны. Может быть, уже кто-то и уходит, но тем не менее, тех, кто идут в сторону парламента, больше. Вот даже видно, что за моей спиной люди как раз движутся в сторону парламента. И также мы пообщались с некоторыми участниками и предлагаю послушать их комментарии. «Быть здесь важно, потому что на этой неделе, в этом месяце решается наше будущее. Наш курс должен быть правильным, не обязательно европейским. Мы можем просто взять пример с Европы, с США. Я здесь, потому что решается наша судьба сегодня, на этой неделе, в этом месяце». «Я думаю, что сегодня как никогда независимость Грузии стоит под вопросом. Сегодня, как 30 лет назад нам приходится стоять на защите независимости Грузии». Оценочное заключение Венецианской комиссии по обоим законопроектам будет только через три месяца. Это самый быстрый срок, как сказали в правящей партии. Только потом уже начнется основное обсуждение двух законопроектов в Грузинском парламенте. И добавлю, что это решение осудили уже многие, почти все страны-партнеры Грузии. Например, сегодня Министерство иностранных дел в Эстонии даже вызвало посла Грузии в связи с этим для беседы в Министерство иностранных дел. Звиат, спасибо большое. Звиат Мчедлишвили, наш корреспондент, продолжает работать на протестах в Грузии. Спасибо. Ну а я пока напомню, что же вызвало эти протесты. Накануне, в первом чтении, депутаты приняли законопроект, он называется «О прозрачности иностранного влияния». И если он таки станет законом, то в Грузии. Появится специальный реестр, куда занесут те некоммерческие организации и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа. В случае, если они получают больше 20% финансирования из-за рубежа и за границей. И каждый год нужно будет сдавать дополнительную финансовую декларацию. А за отказ штраф и угроза разбирательств с Министерством юстиции. При этом есть еще один законопроект, вот как говорил Звиат, с более жесткими требованиями и наказания там вплоть до 5 лет тюрьмы. И в этом законопроекте предусмотрена и специальная маркировка для иностранных агентов. Оба документа внесены в парламент. Оба обещают поддержать правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция и грузинские СМИ многие, по крайней мере, инициативу раскритиковали. Они считают, что она ставит под удар свободу слова. Ну а власти пытаются перенять российский опыт борьбы с иноагентами и создать в Грузии просто механизм для репрессий. Грузинский законопроект также критикуют в Евросоюзе, в Соединенных Штатах и в ООН. Западные чиновники и политики говорят, если документ примут, это помешает Грузии вступить в ЕС и в НАТО. Вот, к примеру, что написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, напомнив о праве людей на мирный протест. Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации, будет иметь негативные последствия для многих грузин, получающих пользу от их работы. Этот закон не соответствует ценностям и стандартам ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие окажет серьезное влияние на наши отношения. В правящей партии обещают отправить оба законопроекта на проверку в Венецианскую комиссию. Венецианская комиссия – это такой спецорган при Совете Европы, который делает вывод, изучив законопроект различные, соответствуют ли они демократическим стандартам. Авторы этой инициативы утверждают, что у их проекта нет ничего общего с российским и ссылаются на американский закон о регистрации иностранных агентов. Но и здесь с ними согласились в российском МИДе. Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС. Теперь понятно, почему США еще не в Европейском Союзе. Там этот закон действует с 1938 года. В Вашингтоне такие сравнения называют заведомо ложными. В Госдепартаменте говорят, что законопроект похоже основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве. Мы глубоко обеспокоены возможными последствиями, которые подразумевает этот законопроект. Он ударит по правам, центральным для стремления народа Грузии к прочной демократии, евроатлантической интеграции и светлому будущему. Он стигматизирует и заставит замолчать независимые голоса граждан Грузии, которые хотят лишь работать вместе, чтобы добиться светлого, единого с Европой будущего, свободного и демократического будущего, в котором Грузия – независимая и суверенная страна. Ну и давайте услышим, как необходимость принятия этого закона объясняют в правящей партии грузинская мечта и что им отвечает оппозиция. «Проходящая сейчас кампания абсолютно необоснована. Я понимаю, что им больно, потому что они получали миллионы, десятки миллионов грантов. Не было прозрачности информации, отчетности перед обществом. Это минимальное стандартное требование – быть прозрачным и подотчетным. Это соответствует европейским и мировым стандартам». «Вчера правительство решило, что им не нужны никакие протесты, когда они решили развернуть эту страну к России и напасть на нас. Сегодня мы продолжаем этот протест. Это женский марш. Женщины присоединяются ко всей стране. Женщины борются с несправедливостью. Нам нужна наша страна в Европе». У нас в эфире Егор Куроптев, глава Южно-Кавказского представительства фонда «Свободная Россия». Правильно, Егор, формулирую? Да, можно так. Вы поддерживаете этот законопроект или нет? Ну, я ничего не поддерживаю. Это дело грузинского народа, так сказать, поддерживать или не поддерживать грузинское законодательство. Но давайте прямо говорить, конечно же, это репрессивный закон. Я из России. В России этот закон привел к большому количеству репрессий против наших сограждан, которые, в том числе из-за него, были вынуждены Россию покинуть. И, конечно же, раз все партнеры Грузии делают заявление о том, что этот закон, ну и, собственно, все грузинское общество в первую очередь, что самое важное, говорит о том, что этот закон повлияет, навредит европейскому будущему Грузии, то я как друг грузинских НКО, СМИ и свободного общества Грузии, конечно же, на их стороне. В чем опасность, вот если описать конкретную ситуацию? Я, например, грузинский журналист, власть признает меня иностранным агентом. И дальше, в чем проблема возникает? Я не знаю, кем конкретно, но кем-нибудь наверняка признан телеканал в настоящее время в России, или нежелательной организацией, или иностранным агентом, или кем-нибудь еще, но все мы кем-нибудь признаны в России. И опасность в том, что, может быть, сначала ты просто попал в какой-то реестр, тебя туда записали, потом тебя заставили писать клеймо, что ты там иностранный агент в Твиттере, Фейсбуке и везде. А потом против тебя начались репрессии, штрафы, уголовки, из тебя делают шпионы и врага. Ну, в 2024 году в Грузии выборы, очень важные выборы для грузинской власти. Наверное, это как-то связано. Думаете, что этот как раз законопроект хотят, ну, подготовили, подгадали под эти выборы, чтобы ограничить, или что вы имеете в виду? Ну, я бы сказал, что я вообще не вижу других причин, зачем он нужен. Ну, он вообще ни за чем не нужен Грузии, естественно, грузинскому обществу, развитию и так далее. Но политически или там функционально, конечно же, это никакой не заказ Кремля. Кремль, если бы хотел чего-нибудь заказать. У грузинских властей вообще не очень хорошее отношение с Кремлем, чтобы было понятно. Они боятся Кремль, они про себя, они не про российские, не про западные, не про какие, и не про грузинские, а не про себя самих. Вот, поэтому я думаю, да, что это, наверное, связано с выборами. Позиция инициаторов при этом такова. Если этот закон будет принят, таким образом будет видно, с помощью кого на внутреннюю политику Грузии оказывается иностранное влияние. Мол, люди должны знать, грузины должны знать не только источники доходов политиков, но и источники доходов журналистов, некоммерческих организаций, потому что эти самые журналисты и некоммерческие организации формируют общественное мнение. Как вам этот аргумент? Ну, прежде всего, люди должны знать источники доходов самих властей, правящей партии, их предвыборных компаний. Вот это, наверное, то, что людям, правда, важно знать. Вот, откуда руководство страны берет финансирование, средства. Например, вот сейчас параллельно с этим законом на всех улицах, в столбах появились агрессивные, как сказать, разжигающие ненависть плакаты с фотографиями руководителей грузинских некоммерческих организаций и разными там агрессивными текстами про них. Вот, наверное, людям надо знать, кто это делает и на какие деньги. Вот это важно, да. Вот, ну а в целом, что должны знать грузинские граждане, это решать грузинским гражданам. Но вот они сейчас все стоят на проспекте Руставели и объясняют, что им вот это не надо, им надо свободу, развитие, демократию и Евросоюз. Окей, и еще хочу у вас спросить вот что. Президент Грузии Зоробишвили заявила, что категорически не поддерживает этот законопроект и обещала его ветировать, если он таки будет принят. Сможет ли, по вашим оценкам, парламент потом преодолеть это? Или, возможно, внутри провластной и властной партии власти все-таки найдутся те, кто не готовы будет за это голосовать? Это хороший, сложный вопрос, но я думаю, что, скорее всего, нет, не найдутся. Я думаю, что, скорее всего, преодолеют вето. И вопрос сейчас, как это сказать, вето президента имеет значение для того, чтобы весь мир видел, что это не только там какая-то оппозиция, что это не только какие-то конкретные группы, а это все общество. Надо смотреть, тут футбольные клубы и бизнесы. Все вообще, все подряд студенты университета делают заявление против этого закона за европейское будущее Грузии, свободное, главное, будущее Грузии. И, собственно, голос президента здесь очень важен, именно в ключе позиционирования на международную аудиторию, того, что это общий запрос этого не делать. И помочь Грузии, если нужно помочь от партнеров, от стратегических партнеров Евросоюза, НАТО, США. Для этого важно преодолеть, да, конечно, преодолеют, если голос народа Грузии, общество Грузии не остановит вообще дальнейшее рассмотрение. А вам, как кажется, по вашим ощущениям, вот эти протесты, они к чему приведут? Надолго ли готовы люди стоять, готовы ли к каким-то радикальным действиям или нет? Ну, я, естественно, не могу никого ни к чему призывать, но я бы сказал, что сейчас я вижу, что люди, в первую очередь молодые люди, понимают, что для Грузии это такая линия, которую уже переходить нельзя, потому что за ней серая зона между Орбаном и Лукашенко. Еще не Лукашенко, но уже не Орбан, я бы так сказал. Ну, то есть это первый документ, именно документ, а не заявление, не риторика, не просто попытка баланса, направленный на какие-то репрессивные рычаги, да, или там проведение избирательных кампаний или еще чего-либо. Вот так-то, в принципе, на словах власти уже годами говорят, что все НКО и СМИ, там, я не знаю, враги, предатели, шпионы и кто угодно, но это просто риторик, и параллельно они подписывают соглашение с Европой, и там США, и со всеми партнерами. Это как бы не очень красиво, но все это понимают, что это такое, это такая попытка балансирования. Сейчас я не вижу никакого балансирования, собственно, никто его не видит, все видят конкретные шаги, которые увозят Грузии с пути, за которые она боролась, воевала, умирали люди и сейчас борются на проспекте Руставы. Егор, спасибо вам большое за вашу оценку в нашем эфире. Егор Куроптьев, глава Южно-Кавказского представительства фонда «Свободная Россия». Спасибо. Спасибо. Ну и сегодня по всему миру проходят акции в честь 8 марта Международного женского дня. Праздник был задуман как день борьбы за женские права, неравенство, гендерное насилие, дискриминация, политические репрессии. Эти темы сегодня звучат на улицах даже в тех странах, где женщинам сложно или вообще опасно протестовать. К примеру, афганские женщины вынуждены проводить небольшие домашние акции. Они собираются во дворах. Женские протесты проходят и на Шри-Ланке, и в Филиппинах. Женский марш сегодня против насилия из-за гендерного равенства состоялся в Токио. А во Франции феминистские выступления совпали с протестами против пенсионной реформы. Ну а в Украине группа депутатов предлагает перенести Международный женский день на 25 февраля. День рождения украинской поэтессы Леси Украинки. А вот 8 марта переименовать на День защиты прав женщин и сделать его рабочим днем. Но в специально созданном опросе, он проводился в мобильном приложении Госуслуг, где большинство опрошенных проголосовали за то, чтобы 8 марта все-таки был выходным днем. Тему продолжает Наталья Майская. Еще плюс один вариант. Мне надо обязательно соблюдать, что когда с ним тюльпаны сорвали, их надо в бумагу обязательно. Потому что целлофан, но тут мы некогда ставили, они могут начинать гнить, потеть, как парники. Александр уже много лет выращивает тюльпаны именно к 8 марта. Этот год не стал исключением. Многие опять начали эти фирмы заказывать, на предприятия, на заводы у нас тоже, для коллектива поздравления женщин и девушек. На многих букетах стикеры с датой 8.03. Именно на этот день клиенты попросили подготовить цветы. И вот это, где сейчас немножко зеленые доцветают. Сейчас мы продолжим. Чтобы тюльпаны были готовы к началу марта, луковицы высадили в октябре. За месяц до этого теплицы, где выращивали цветы, были сильно повреждены. В полусотни метров от дома Александра ударила российская ракета Ха-22. Но парники быстро восстановили. Группа народных депутатов Украины предложила отменить праздничные дни 8 марта, а также 1 и 9 мая. И заменить их новыми праздниками. Вместо Международного женского дня 25 февраля, в день рождения писательницы и поэтессы Лисе Украинки, отмечать День украинской женщины. Я поддерживаю, чтобы избавиться Дня женщины-трудничества, Дня тюльпанов и вечерних распиланий, мясных алкогольных напоев, а надать этому дню, власне, такой правозахисной логики, лучше избавиться выходного дня, но решать точно будут в первую очередь женщины. Перед тем, как принимать окончательное решение, в приложении государственных услуг ДИА запустили опрос, каким должен быть день 8 марта. Рабочим или выходным. Это и день, посвященный борьбе за равность женщин и мужчин. В большинстве страны 8 марта есть рабочий день, а вот у пострадянских – это официальный выходный. Давайте решим разом, что же нам, украинцам, делать с 8 марта. В голосовании приняли участие 2 миллиона 139 тысяч человек. Оставить выходным. За это высказались более 62%. Мы тоже спросили жителей разных городов Украины, что они думают о 8 марта. Я проголосовала и проголосовала, что залишите рабочим днем. Все-таки, если это весняный день, то, наверное, сделать просто рабочим днем и все. 8 марта, я вважаю, має бути. Чому? Тому що це жіночий праздник. Його, наскільки я знаю, започаткували жінки для того, щоб вони завжди потерпали від того, що немає рівних прав між жінкою і чоловіком. І це свято жінки, це свято рівності, свято того, що жінка має такі самі права, як і будь-яка людина. Вона є особистістю, тому, я вважаю, не можна відміняти цей свято. Діло в тому, що вихідною, не вихідною, але це таке діло. Ну, вже привыкли люди, що 8 марта вихідною, розслабляються і уделяють жінки цілий день внимания. Хочете дізнатися? Це про права жінок, про наш захист? Спасибо. Дома і наведу. Такі акції в Днепрі почали проводити 8 марта ще нескільки років тому. Активістки розказували прохожим Остамбульській конвенції і по громкоговорителю зачитували її положення о правах жінки. Іменно об цьому необхідно говорити і так трактувати 8 марта, говорить депутат Верховної Рады Марина Бардіна. Вона не підтримує відміну 8 марта, як дня, коли весь мир має говорити о правах жінки. Мені здається, що все-таки в нас останні роки відбувається багато позитивних зрушень в сфері захисту прав жінок, в сфері рівності жінок і чоловіків. 8 березня з кожним роком святкується правильно і правильно відповідно до тих коренів того змісту і сенсів, чому це свято було започатковане, українські жінки, чоловіки, які підтримують рівність, виходять на марш рівності, де, власне, говорять про права жінок. В українському обществі пока йдуть активні дискусії, що ділять з праздником 8 марта. Все законодательні змінення, які примут в українському парламенті, вступять в силу лише після победи України. Пока в країні йдет війна, доповнительних виходних у українців немає. Наталія Майська, Никита Владимирова, Україна. Настоящее время. Ну а в России уже больше года существует феминистское антивоенное сопротивление. Это движение, которое началось с антивоенного манифеста буквально на второй день после полномасштабного вторжения России в Украину. И вот участницы ФАС, так сокращенно называется движение, организовывают свои ячейки в разных странах, проводят публичные анонимные акції. Активистки, например, проводят одиночные пикеты в городах России. А вот вы видите, как 3 марта анонимная активистка из России сожила чучела Владимира Путина об этом. Также публикуют свою газету, разносят ее по почтовым ящикам. В общем, в России движение это признано иностранным агентом. О том, что феминистское антивоенное сопротивление подготовило к 8 марта, поговорили мои коллеги с Викторией, как раз активисткой этого движения. Мы сделали несколько разных шагов вокруг этого дня. Мы, опять же, продвигаем свою петицию за право на аборт. Да, поскольку наше правительство, правительство Российской Федерации просто сейчас пустилось во все тяжкие, изобретая новые законы, контролирующие женское репродуктивное здоровье, при этом не принимая закон о домашнем насилии, как вот это уже сколько лет. Мы сделали открытки, поддерживающие активисток и сопротивление. И мы сделали еще вот сегодня, я туда, собственно, еду после нашего разговора. Мы сегодня открываем выставку, посвященную портретам женщин, посвященную женщинам, которые пережили пытки или женщины, которые преследовались режимом России. И среди них есть нарисованная Оксана Баулина, например. И этих женщин нарисовали художницы, которые тоже пережили преследование со стороны государства. Это будет 16 портретов, 16 художниц, это будет в городе Париж. И мэрия Парижа согласилась поддержать эту инициативу. И мы сделали огромные такие большие баннеры с историями женщин и с портретом, чтобы люди, как можно больше людей вообще знали про это. Потому что вот сколько я ездила сейчас как-то вот именно по активистским своим делам, очень часто я слышу, что вот этот призыв протестуйте, протестуйте. Но никто на самом деле не имеет понятия, что происходит в России с протестом. И в этом смысле я рисовала для этого, вот для этой выставки портрет Александры Калужских, которая пережила пытки Вова Добротеева 6 марта 2022 года. Я знакома с ней лично, это не где-то далеко происходит. И вот мне кажется, важно такие истории рассказывать. И чаще, больше, разные площадки для этого придумывать и изобретать разные языки говорения про это. Потому что в России диктатура. Ну и теперь давайте поговорим о еще одной важной теме. В Украине подан законопроект, который позволит однополым парам, представителям ЛГБТК плюс сообщества, официально регистрировать свои отношения. Это будет не брак в классическом понимании этого слова, но официальная регистрация отношений. И это позволит снять массу проблем. Продиктован законопроект в том числе и войной. Дело в том, что сейчас Украину на фронте защищает множество геев, лесбиянок. И если, к сожалению, они гибнут, то их партнеров не уведомляют, как это происходит в обычных семьях. Они не получают компенсации и так далее. Наши корреспонденты пообщались с военными, которые как раз и являются представителями ЛГБТК плюс сообщества. Иван и Александр показывают отказ, который пришел от ЗАГСа при попытке подать заявление на брак через ДИЮ. Электронный портал Госуслуг. Пара встречается больше года. Весной 2022 года планировали пожениться в Португалии. Но Россия напала на Украину. Мені Иван запропонував у класи шлюб за кордоном. Мы планировали полетіти туди. Это было перед військовым станом. И, власне, мы понимали, что это будет только символично, потому что, если мы будем, мы есть резидентами Украины, этот шлюб не будет узнаваться в Украине, на жаль. Из этого времени уже прошел достаточно большой период. И мы понимаем, что развлекать не важно, потому что это действительно на часе. И именно этот фешмоб, шлюб на ревность в ДИЮ, мне кажется, он бы мог бы подстолкнуть до того, чтобы это решение приняли, как можно, швидше. С началом активных боевых действий подать заявление на брак можно дистанционно, через ДИЮ. А для пар, в которых партнер служит в ВСУ, личное присутствие на росписи не требуется. Однако, согласно Семейному кодексу, в Украине вступить в брак могут только мужчина и женщина. Летом на сайте президента появилась петиция про легализацию однополых браков, которая стремительно набрала необходимые 25 тысяч голосов. А ЛГБТК плюс пары начали флешмоб по подаче электронных заявлений в ЗАГСы. Война значительно сильно повлияла, вплинула на кількість шлюбів і на нагальність цього питання. Ми всі розуміємо, що невідомо, що станеться завтра. І особливо актуальна ця проблема є для ЛГБТ-людей, особливо тих, хто зараз в лавах ЗСУ. Так, наприклад, якщо я або Сашко втратиму діюздатність, інший з нас двох не зможе стати офіційним опікуном, не зможе отримувати соціальні пільги, соціальну підтримку від держави, не зможе отримувати лікарняні по догляду за партнером. Ми не можемо бути поховані на одній родинній ділянці, не можемо спадкувати один одному без додаткового податкового навантаження. Присоединиться к флешмобу і подати онлайн-заявлення на брак через дію планирують і пара воєнних – Павел і Владислав. В початку полномасштабного вторження Павел служив срочником, однак без промедлення рішив відправитися на фронт. Через інтернет познакомився з Владиславом, який захищав Україну на николаївському направліні. Пара мечтає пожениться як можна скоріше, від оба ежедневно рискує своїми житнями. Воно гостро стало, тому що сам фактор війни, правильно? І наше життя в великій небезпеці, так скажімо, під великим ризиком. Я не знаю, чи сьогодні, а завтра я проснуся. І для мене важливо, що я хочу прожити з ним хоча б вже одним денем те все, що ми не могли прожити, коли не було війни, тому що ми цього не цінували. Допустимо, мій влад получить поранення автоматично, я не зможу забрати його, не дай Боже, тіло. Я хотів би з ним вкласти шлюб. Це неможливо, тому що я йому ніхто. Якщо я попаду в лікарню, він не зможе мене віддати, там в реанімацію, не дай Боже. Неможливо, тому що я йому ніхто. І тут просто всі сплошні мініси. Павел Логойда говорить, з другими ЛГБТК плюс воєнними об'єдінились в групу, щоб вместе відстаївати свої права. Уточняє, в ній вже состоять більше двох тисяч чоловік. В відрічі від США чи країн Європи, де законодательно розрішені либо такі браки, либо форма партнерства, в Україні ЛГБТ-парам приходиться искати інші спосіби юридично оформити свої відношення. Але для цього ще потрібно знайти спеціалістів, які согласяться працювати по таким кейсам. Поки що варіанти – це нотаріально завірений довіреність, щоб іншу особу у випадку, наприклад, якщо щось станеться, розпоряджатися майном, розпоряджатися рахунком. У нас навіть був випадок, коли одна з дівчата звернулася до нас, вона хотіла, щоб її партнерша, вона мала змогу до неї приходити до лікарні, і якщо необхідно було дозвіл на якісь хірургічне вмішательство, щоб вона дала цей дозвіл саме партнерша. Таким чином, ми вийшли з цієї ситуації, ми підписали на той реальний договір, який передбачив ці моменти. Деякі нотарі сумлінно дивляться на цю ситуацію і не розуміють. Тем временем в парламенті України уже зарегістрировали законопроект, который должен помочь ЛГБТК-плюс парам узаконити відношення. Чесно говоря, впечатляють мене коментарії наших, вас, наших зрителів. Ви вже слухали, военні, які воюють якраз на фронті, вони об'єдінилися, яке сообщество, їх вже більше 2 тисяч чоловік. І сьогодні ми пообщалися з Дмитрием Гаврилюком. Він з 2016 по 2019 воєвал в составі Вооруженних сил України на Донбасі, а зараз на фронті воюєт його парень. Наразі я перебуваю у стосунках з людиною, яка також є військовослуговцем, яка наразі теж виконує бойові завдання на війні. І в разі чого по факту юридично я не маю нічого, ніяких прав. Я не можу, грубо кажучи, не зайти в реанімацію, я не можу на щось, принаймні, претендувати. Це і спадок, це і компенсація. Взагалі-то багато хто дивиться на цей процес як створення сім'ї, як створення чогось священного, сакрального. Ні. Це більш такий юридичний аспект, який надає страховку другому партнеру. Я гадаю тисячі, бо багато людей ми маємо у своїй організації, ну, принаймні, ті, хто про це заявив, той, хто про себе сказав, дав знати, вступив в нашу організацію. Але, якщо ми беремо, ну, навіть відсотково, то це навіть не на 10 і не 20 відсотків, по-перше, відкритих людей, хто про це може і хоче сказати. Сюди ж ми можемо також занадлити людей, які не готові суспільству про це заявити, але також являються частиною цієї спільноти. Ну і ми, колеги, сьогодні поговорили з Інной Савсун, ана депутат Верховной Рады, одна із тих, хто роботала над законопроектом. Законопроект предусматривает именно регистрированные партнерства, потому що це то, що можна зробити зараз, в нынешніх условіях. Від для того, щоб поменять ситуацію в законодательстві відносити браків, необхідно вносити змінення в Конституцію. Тому що у нас в Конституції записано, що брак – це добровольне партнерство міжто мужчиною і жінчиною. Тому варіант змінення в Конституцію навіть не розсматривався. Це, во-первых, сложно, во-вторых, вовремя воєнного времени невозможно. Надо було искать другие пути решення тех проблем, с которими сталкиваються в першу чергу однополі пари, які не можуть офіційно зарегіструвати свої відносини. Законопроект стосується і однополих пар, і разнополих пар. Тобто можуть бути разнополі пари мужчин і жінчин, які можуть не хотість вступати в брак з-за різних причин – религиозних, или плохого предыдущого опыта, или ще з-за чого-то, але хочуть яким-то образом оформити свої відносини. Але вони хочуть якимось чином оформити свої стосунки. І вони таку можливість теж отримують, в разі, якщо законопроект буде принятт. Вони такую можливість получат, якщо законопроект буде принятт. Це буде касатися не тільки однополих, але й разнополих пар. Почитати количество людей, на кого це буде распространяться, дуже сложно. Ми не знаємо, какое количество разнополих пар захочет оформлять отношення. Якщо говорить о воєнних ЛГБТ, які сейчас служат на фронте, то точних цифр вам ніхто не скажет. Люди не ідентифицирують себя як представителі ЛГБТ-сообщества із-за страха какой-то негативной реакції, например, сослуживців, і не хочуть заострять на этом внимание. Цифр я вам не можу сказати, але здесь вопрос принципа. Якщо действующее законодательство не дає можливість бути счастливими двум людям, то це весома причина його меняти. У нас є категория людей, які сильно страдають без можливості узаконити гражданские отношення. Це в першу чергу воєнні, які зараз на фронте і не можуть узаконити відношення зі своїм партнерами чи партнеркою. Воєнні ЛГБТ, які зараз за нас з вами воюють, але, к примеру, якщо щось з ними щось произойдет, і вони попадуть в больницю, то їх партнер чи партнерка не зможуть приймати за них медичні решення. «Иль же, якщо случиться найстрашніше і воєнний погибнет, то партнер чи партнерка не буде иметь можливість приймати решення о похоронах. Я уж не говорю о соціальних гарантиях, соціальну підтрючку і т.д. Воєнна поточна ситуація актуалізує цю проблему, і именно поэтому сейчас в обществі дуже резко розросла підтрючка легалізації однополых партнерств. «По последним соціологическим даннам у нас 56% украинцев поддерживають легалізацію однополых партнерств. І мені кажеться, що цей прыжок, який ми увидели за останній год, якраз і зв'язан з тим, що проблеми ЛГБТ-воєнних нельзя ігнорувати. Даже те люди, які не определились і не знали о проблеме, на примері з ЛГБТ-воєннослужащими, поняли, що она реальна». «Сейчас парламент більш консервативен, чем українське об'щество, і багато депутатів публічно не готові декларувати свою позицію. Це не значить, що це нельзя змінити, тому що депутати будуть голосувати так, щоб отображати позицію більшінства граждан. Але дуже активна і агресивна позиція меншінства, яка проти багато кого відпугиває і останавливає, щоб на цьому етапі публічно підтрювати таку позицію. Принятие закона о публічно партнерствах не є требованням для членства України в ЄС, в отличие от других норм, які нам необхідно імплементировати законодателіства, яке касається прав ЛГБТ. Але будуть країни, які будуть внимателі следити за тим, як українське об'щество і політики будуть работать з цим законопроектом. Для них це буде маркером політичній зрелости українського об'щества, готовності робити вещи, які приближають Україну к політичній культури Європейського Союзу. В першу чергу річ йде о североєвропейських країнах. Це і Швеці, і Дані, і Нидерланди, і Гермія. Це те країни, які точно будуть смотреть, може ли український парламент этот закон принять. Це не юридическое требование, але політично це буде дуже важним маркером, який буде демонструвати нашу готовність присоединиться культурно к ЄС і соответствувати духу, а не тільки букві, які требуються. Тільки тому, що юридично вимагається. Звіаду в Грузію, в Тбилисі. Істекає той час, який оппозиція дала власні, обіця озвучити свої дійси. Дальніший Звіад, ще раз привет. Раскажи, понятно ли, що дальше буде делать оппозиція? Нет, пока ніяких заявлений в связи з тим, що буде, які дійси будуть притягнути, не прозвучало. Пока продолжається выступление лідерів оппозиції, представників тихі чи інших непривісних організацій. І вот недавно про единственні, що какая новасть, заявили, що здається список НПО, який відказується сотрудничать с властями во всіх форматах. І тут в цей список може добавитися любе НПО. А так, людей по-прежнему много. Здесь дуже багато людей, отмечу, не тільки з грузинськими флагами, флагами Русоюза, але з флагами України. Ну і вообще флаги України і гимн України давно вже стали такою атрибутикою грузинського протеста. І сьогоднішня акція також началась именно з гимнов Грузії і України. Ірина? Звіад, спасибо тебе большое. Звіад Мчедлишвили остається работать в Грузії. Там люди вышли на протесты против законопроекта об іностранних агентах. Спасибо, Звіад. Наш выпуск на этом подходит к концу. Не забывайте поставити лайк, если смотрите нас в Фейсбуке или на Ютубе. На Ютубе, если до сих пор не подписаны, обязательно подписывайтесь на нашу страницу. Таким образом просто больше людей будет видеть наши выпуски и больше людей будет получать качественную информацию, что очень важно. Меня зовут Ирина Ромалийская. До свидания. Здесь хоккей не принято считать исключительно морской игрой. Хоккеистки не боятся получить ушибов шайбой и бьются на льду за победу любой ценой. Женский хоккей для девушек с характером. Здесь девочки не ждут к себе особого отношения и поблажек. Здесь ждут не лето и купальный сезон, а зиму желательно холодную. Субтитры подогнал «Симон»